всем привет мои хорошие с вами я кемили и сегодня мы с вами будем кушать чипсы pringles это у нас с грибами очень вкусные здесь 165 грамм в общем я так аккуратненько их разложила как карточный домик очень боялась что что-то упадет с первого раза у меня получилось мне кажется зрелище красивое дальше у нас есть чай очень странно что я буду чипсы кушать не с колой а с чаем почему я не пью колу эти газированные напитки типа я пп нет на самом деле я себя чувствую не очень хорошо после этих напитков поэтому я предпочитаю обычный чай или воду с лимоном давайте приступим с этого края надеюсь что ничего не развалится похрустим прям пахнет шампиньонами пожаренными я люблю грибы я пробовала только лисички и шампиньоны одно время мы с мамой хотели выращивать грибы бизнес такой выращивать и продавать у меня вечно какие-то знаете идеи появляются бизнеса как можно заработать чем можно заняться и вот мне все поражают люди которые горят работы нету в азербайджане работы нету и всего нету для дураков честно в общем сейчас не об этом мы решили что мы будем смотреть ютубчик там были все инструкции как что сажать и мы сделали строго по этой инструкции причем так удобно знаете их выращивать можно под кроватью просто нужно темное место тенечек так скажем посадили причем сразу знаете дохрена посадили как дураки не то чтобы попробовать а потом дальше сажать и ни хрена у нас ничего не выросло пересматриваем видео смотрим на комментарии этого блогера вроде все пишут что у них получилось может быть проблема в нас я не знаю ну прям строго по инструкции если бы получилось можно было расширяться взять какой-то гараж заниматься этим почему нет было бы желание ребят работа всегда найдется идеи всегда будут после этого мы завязали я хочу развязаться иногда реально меня посещают идеи что нужно заниматься еще чем-то кроме ютуба и работая вчера прочитала комментарий который меня очень сильно до глубины души обидел мне иногда пишут айка ты только сидишь и жрешь на камеру а мама это все готовит бедная мама какая айка бессовестная вы забываете один момент моя мама не работает у нас в семье кто-то же зарабатывает правильно если я буду выполнять функции которые сейчас выполняет мама мама не сможет выполнять то что делаю я меня честно очень обижают подобные комментарии я у себя на работе зарабатываю деньги хорошие деньги и для меня каждая моя минута важна то есть я даже не смотрю сериалы я не отдыхаю я можно сказать трудоголик чтобы заработать больше денег чтобы моя семья ни в чем не нуждалась понятное дело что в чем-то мне помогает мама здесь нету ничего постыдного мама делает то что у нее хорошо получается я делаю то что у меня хорошо получается я не смогу вас обмануть потому что мой труд видите вы тоже вы видите насколько часто я снимаю ролики поэтому ребята я стараюсь моя мама очень гордится мною наоборот моя мама считает что я много работаю я должна больше отдыхать конечно у каждого человека выбор свой я не могу никому внушать свое мнение мне проще зарабатывать деньги и нанимать человека который будет заниматься домашними делами нежели терять время заниматься домашними обязанностями к примеру да хотя в это же время за этот промежуток времени я могу заработать деньги то есть и намного больше денег чем я буду драить полы но это не значит что я не драю полы вот сегодня я снимаю влог как раз буду везде убираться вам покажу мотивашку сниму то есть по возможности я делаю но я не могу разорваться какие чипсы вот Принглс самые вкусные чипсы бесплатная реклама здесь могла бы быть ваша реклама но к сожалению здесь Принглс Принглс они самые дорогие просто самые вкусные бывает ешь чипсы такое ощущение что ешь какой-то картон здесь такое ощущение что ешь муку или хлеб вот что такое мне кажется в составе есть мука где написан состав здесь настолько мелко написано что я ни хрена не вижу чем больше на работе я общаюсь на азербайджанском тем тем больше я понимаю что отстает мой русский под влогом увидела комментарий очень культурный очень грамотный комментарий Мария как то ее звали ну в общем то есть не злой комментарий просто замечание как бы на будущее я на такое не обижаюсь конечно и она написала что мы понимаем что это твой неродной язык и так далее то что ты говоришь на русском и то хорошо но айка обрати внимание что ты говоришь надеть вместо надеть ты говоришь одеть на самом деле я согласна с вами в грамматике русского языка у меня есть куча ошибок но это проблема именно Баку то есть у нас здесь всегда вместо слова почему всегда говорят зачем и меня сначала это так возмущало что в смысле зачем ты же должна сказать почему например почему ты купил эти чипсы здесь все говорят зачем ты купил эти зачем причем с таким зачем и хочешь не хочешь когда ты постоянно слышишь эти ошибки тебе уже неудобно говорить по другому так что мои извинения ребят подождите мои изменения всем ценителям русского языка всем грамотным людям но я буду стараться просто вы знаете я не знаю какой язык мне подтянуть если даже по русскому дела обстоят плохо мне по идее надо например конституцию раз 5-7 раз прочитать на азербайджанском языке чтобы вот эти вот юридические термины знать на азербайджанском просто у меня ужасная память точнее куриная память и мне нужно одновременно говорить на 4 языках и это для меня сложно для кого-то это нормы кто-то говорит на всех языках потрясающе у меня в башке это не укладывается поэтому я учту все ваши замечания и буду впредь стараться не допускать таких моментов ой какие чипсы хвостики мне однозначно идут кстати у меня к вам просьба помогите мне добить 150 тысяч и 50 тысяч в инстаграме пожалуйста если вам не сложно подпишитесь потом если что отпишитесь просто есть куча людей которые все равно смотрят меня и даже в голову не приходит подписаться что в принципе зачем для меня это много значит так что если не сложно подпишитесь ой господи уронила значит подпишитесь и в общем такие вот дела мне просто куча идеи бизнеса но не факт что все эти идеи хорошие и это не банальный бизнес как например открыть какую-то шаурму и салон это интересная идея но чтобы воплотить в жизнь нужна чья-то помощь когда человек старается во все отрасли засунуться как-то какая-то из отрасль конечно же страдает например занимаюсь тремя какими-то делами у меня по-любому одно из этих дел страдает я всегда себя ругаю что типа я не собранная и все дела айка подготавливаешь ли ты вопросы перед тем как снимаешь видео и пишу ой видео или это происходит просто рандомно я реально не придумываю о чем я буду говорить видео я просто вот когда сажусь что мне в голову придет я это и рассказываю эту историю про грибы я вспомнила когда увидел на упаковке принклса здесь вкус грибов иногда просто бывает такое я лежу пытаюсь уснуть тут я такая надо это рассказать надо эту историю я не рассказывала вот ночью я вспоминаю про это записываю куда-то потом когда мукбанг начинается я рассказываю эту историю которую до этого не рассказывал но сейчас нам есть такой косяк что я забываю какие истории я рассказывала какие нет и получается так что я например три раза рассказываю одну и ту же историю потом мне пишут подписчики что мы это слышали но зато это свидетельствует тому что я вам не вру я бы не смогла запомнить то что я наврала например в прошлом видео если я повторяю одну и ту же историю значит это правда как же вкусно раньше я очень любила лейс но в лейсе очень много вот этой соленой приправы что прям такое ощущение что это прям яд какой-то ешь какую-то химию от травы вот как будто галина бланкой просто полили все это мне так нравились эти пищевые добавки что мама покупала галину бланку вот такие вот кубики кто помнит кто жил в россии в те времена может и сейчас у вас продается у нас нельзя просто мама покупала чтобы добавлять и добавлять супчики а я втихаря брала к себе в комнату и по чуть-чуть потихонечку кушал это для меня был лучший деликатес а еще я брала доширак просто вот так вот измельчала добавляла туда приправу и ела дошираков много было так как у меня папа проводником работал и ему на дорогу мама покупала мы потихонечку брали их ели мама начинала вот это вредно испортите себе желудок живем один раз пофиг вы знаете у меня в универе была девочка которая завтрак обед и ужин это макдональдс какие-то чипсы постоянным постоянно red bull каждый урок один red bull каждый урок урок один red bull и у нее нет никаких проблем желудком но есть например другая знакомая который постоянно правильно питаются не знаю ведет здоровый образ жизни и у нее там гастрит какие-то проблемы с желудком так что раз на раз не приходится в общем на этом все ребята спасибо что до сих пор посмотрели до конца если вам не трудно пожалуйста подпишитесь на мой канал давайте добьем 150 тысяч я буду безумно рада я вас всех очень сильно люблю с вами блайка эмили всем пока